Народ, как вы знаете, Конгресс США подтвердил помощь Украине, 61 миллиард. Но там не все 61 миллиард пойдут на военные темы. Где-то, может быть, 20 миллиардов пойдут на оплату чиновникам зарплаты, на оплату каких-то других расходов. А вот 40-45 пойдут на войну. Зеленский, в счастье, не знаю, зарабатывает ли он на этом. Наверняка зарабатывает. И западные СМИ, естественно, решили созвониться с ним и поговорить. Спросить, что он чувствует, что он думает, президент Украины, по поводу долгожданной помощи. И вот телемост Америка Киев, Зеленский выступает, можно сказать, дает интервью. Это новое интервью Зеленского. И он просил-просил помощи, вот ему дали. И он решил поделиться своими мыслами, естественно, в определенном своем формате, по поводу случившегося. Мысли у него, иногда доложу я вам, очень-очень странные. Я иногда смотрю на тех, кто берет у него интервью, западные СМИ, журналисты. И мне кажется, они, конечно, внешне это не показывают, но внутри они думают, сами понимаете, что про него. Опять у него там какая-то такая риторика вселенского масштаба. Я не знаю вообще, кто пишет ему эти речи. В любом случае, я, конечно же, переведу и это интервью в своей манере. Зеленский из западной СМИ, Россия, Украина сегодня. Типа ждал-ждал, и вот, наконец-то, дождался. Радостный. Чего он дождался? Ну, конечно, сказать, нужно все это, вдохновить украинцев. Конечно, нужно. К нам присоединяется президент Украины Владимир Зеленский. Президент Зеленский, добро пожаловать на наш канал Мид Депресс. И я так рад быть сегодня с вами. Доброе утро. Да, оно не просто доброе, президент Зеленский, оно историческое утро. Какая ваша реакция на эту удивительную новость? Что Конгресс утвердил 61 миллиард долларов для вас, для Украины. Помощь. Сейчас Сенат все это утвердит. А вы? Вы просили эту помощь на протяжении последних шести месяцев. Вам не хватало вооружения, проблемы были на поле боя. А сейчас все подтвердили. Ну что, изменится, наконец-то, ситуация? Я согласен. Это мега важное решение. Это очень важное решение. Ну, так мы это ждали. Наконец-то все это случилось. Я благодарен Конгрессу. Двухпартийное решение и республиканцы, и демократы поддержали. Я благодарен спикеру, Майку Джонсону, президенту Байдену. Как же это важно все было для нас. Это поддержка, настоящая поддержка от Америки. А, конечно, мы все знаем, что поддержка Америки, что это такое? Эта поддержка базируется на поддержке простых граждан, американцев. Политическое решение, конечно, всегда зависит от общественного мнения. Эта помощь укрепит Украину. Эта помощь, знаете, как мощный сигнал всем врагам, что Украина не будет вторым Афганистаном. США с Украиной. США защитит Украину. США не просто защитит Украину. США защищает демократию по всему миру. Это настоящее лидерство. Лидерство силы. США. Вот что это такое. И сейчас, конечно, мы достигаем важного очень момента во всей этой истории. Мы ждали это полгода. Полгода мы ждали это все. И я благодарен всем командам. Нашей команде, украинской, европейской команде, американской команде. Удивительное событие. Наконец-то проголосовали. Как же нам нужна эта помощь. Мы ее очень ждем. Мы также ждем, что сейчас голосование перейдет уже в Сенат. Сенат там тоже проголосует, естественно, за. Ну и все. И мы получим, наконец-то, то, что мы так долго ждали. Нам нужна, ну как сказать, вот не просто на словах, сколько можно уже на словах говорить, а ощутимая помощь нам нужна. Мы, наконец-то, хотим все это увидеть на поле боя, чтобы наши солдаты могли двигаться уже дальше и сражаться. Президент Зеленский, а вы не так давно сказали, что вы можете проиграть эту войну без данной помощи. Смотрите, теперь все согласовали вам. Ну что, вы выиграете? Выигрыш будет? Либо мы вам дали помощь, чтобы вы могли, ну как бы, защищаться, продолжать войну. Победу-то мы увидим, наконец-то. Вопрос хороший. Спасибо за вопрос. Я так скажу сразу. Эта помощь, конечно же, укрепит украинскую армию. Конечно, она укрепит. И у нас будет шанс на победу, будет шанс, понимаете? Если Украина получит определенные системы вооружения, которые нам так нужны. Очень много солдат, тысячи солдат умоляют про эти системы. Эта помощь не просто должна быть размазана по всей линии фронта. Снаряды, снаряды. Нет. Нам нужны определенные системы вооружений. Очень специфичные. Мы очень часто об этом говорили в последнее время. Дальнобойные такие системы. Сложные где-то системы, но эффективные системы. И упомянули Атакамс не так давно. Конечно, мы благодарны за Атакамс. Но Атакамс, это все хорошо. Но еще нам нужно... У нас потерь столько. Знаете почему? Потому что нет дальнобойных вот этих вот систем вооружений. Люди идут, гибнут. А когда будут эти системы, мы будем щадить людей. А ПВО? ПВО нам очень нужно. Ну, очень нужно. Вот про эти системы я говорю. Тогда будет шанс. Понимаете? Приоритеты. Дайте нам эти системы. Президент Зеленский. Ну, вы знаете, что помощь удерживали на протяжении шести месяцев. Много оппозиций. Было. Кто-то говорил, ну, даем, даем, а толку никакого. Скажите. Ну, вот такой вопрос. Он витает в воздухе. Как долго американцы будут поддерживать эту войну в Украине? Ну, как долго? Да что вы такое говорите? На это не так надо смотреть. Американцы в первую очередь не просто поддерживают войну в Украине. Нет, они не войну поддерживают. Американцы в первую очередь защищают свободу и демократию по всей Европе. Вот что вы делаете, давая нам помощь. А мы воюем. Украина посылает на фронт своих лучших сыновей и дочерей. Мы показываем. Вот цена Европы, посмотрите. Вот цена за вашу безопасность. НАТО. Вот цена. Цена за всех. Но кто платит ее? США не надо уже посылать своих солдат, чтобы защищать НАТО. Мы платим эту цену. Мы воюем и защищаем НАТО. Страны НАТО. Украинцы это делают. Понимаете, какая ситуация сегодня? Сегодня западные страны дают нам оружие, а сражаются не они. Сражаемся мы, украинцы. Я считаю, это хорошее решение. Поэтому что нам нужно? Нам нужно, чтобы вы, Запад, продолжали давать нам это оружие. Пока украинцы будут воевать, защищать. И не будет никакой прямой войны между западными странами и российской агрессией. Мы стоим посреди всего этого. Мы сражаемся и мы защищаем Европу и страны НАТО. Президент Зеленский, но вы все-таки можете сказать про временные отрезки. Ну когда? Вам в следующем году опять столько же нужно будет денег? Либо вы в этом году уже сможете что-то сделать и развернуть ситуацию в свою пользу? Ну как же вам ответить? Вот вы спрашиваете такие конкретные вопросы. И я вам так скажу, это все зависит от того, как скоро мы получим все эти вооружения. Как скоро? Если через полгода нам их пришлют, ну тогда все затянется еще на полгода. У нас будут потери в самых разных направлениях причем. Если берем восток Украины, там непросто, непросто скажу. Мы потеряли там какое-то время назад инициативу. Она была, а потом мы ее потеряли. Потери есть. Сейчас мы, конечно, имеем шанс стабилизировать ситуацию. Да, мы можем это сделать. Но от чего это будет зависеть? Это будет зависеть от того, как быстро мы получим эти системы. Ну проголосовали, проголосовали. А когда они будут там на поле боя? Вот тогда, когда они туда приедут, у нас и будет возможность перехватить инициативу. А если вы говорите, а когда, когда, назовите месяц, как я вам могу сказать, когда? Это зависит от самых разных факторов. Вот как скоро вы пришлете нам все это, о чем я сказал, тогда, тогда мы и будем говорить про временные отрезки. Мы тогда более точно можем сказать. Потому что, если у тебя нет этих вооружений, а у нас их не было, вы теряете позиции. А чтобы их занять снова, иногда нужно в три раза больше времени. Видите, как я вам все рассказываю хорошо? Чтобы вы понимали, я вам все это говорю, чтобы американцы понимали. Я вам, например, вот приведу пример с F-16. Все говорят F-16, F-16. Решение, чтобы дать нам F-16, знаете, когда было принято? Положительное, я имею в виду. Год назад, год назад нам сказали, вы все получите. Ну вот смотрите, прошел год, прошел год, где эти F-16? До сих пор их нет. Мы до сих пор не можем вот так защитить свое небо этими самолетами. А год назад нам их обещали. Понимаете, я вам про что говорю? Вот яркий пример того, как это все происходит. Так что, в плане этих временных рамок, когда вы победите, когда все закончится, я предлагаю быть более конкретными. Вооружение приходит, наши солдаты кладут на это вооружение. Руки, вот с того момента мы и будем говорить про время. Президент Зеленский, а ваша разведка говорит вообще про российское наступление, что Кремль готовит серьезное наступление в ближайшие месяцы. Там открыто уже говорят, что россияне запасаются снарядами 10 к 1 в их пользу. И также у них много оружия самого разного другого. Солдат, вы готовы к этому наступлению? Мы готовимся. Конечно, готовимся. Мы по-разному готовимся. Склады готовятся. И еще, знаете, как мы готовимся? Наш персонал проходит, они у нас обучение, тренинги проходят. К нам приезжают инструктора, обучают солдат. И я, конечно, не хочу повторяться, но мы так ждем оружия. Так ждем эти системы вооружения. Когда же они наконец-то приедут? Нам надо переоснащать бригады наши. У нас солдаты там истощены. Технику надо менять. Новые бригады создавать. Знаете, сколько там деталей? Я вам так все рассказываю. Там непросто. Вот Россия говорит, 300 тысяч новых солдат придут до июня. По-моему, до 1 июня они планируют, чтобы все эти солдаты пришли. Мы тоже готовимся. Например, они говорят уже, ой, мы 9 мая захватим Часов Яр. Вот открыто уже говорят россияне. А я недавно был там. Я там везде лазаю, приезжаю, разговариваю с солдатами. Они жалуются на недостаток оборудования. Вот про что я вам говорю. Дроны российские летают, гранаты там, кидают на них. Направляемые дроны. Ну, понимаете, сложно там. А у наших нет оружия, чтобы сбивать эти дроны. Поэтому я надеюсь, все придет нам скоро. Мы будем защищаться от россиян. И, конечно же, разрушим все их планы по наступлению. Конечно, мы предотвратим это наступление. Обязательно предотвратим. Президент Зеленский, а что вы скажете по поводу этих слухов? Да не слухов. Низкий моральный дух среди украинцев сегодня. Среди многих. 650 тысяч мужчин украинских, кто не хочет идти воевать. Они либо убежали в Европу, либо еще куда-то там делись. Вы понизили призывной возраст до 25 лет. Конечно, вы всех украинских мужчин не призываете, но все равно. Что вы можете сказать вот этим молодым людям, которые не хотят идти и отдавать свои жизни ради своей страны сегодня? Что вы им скажете? Я скажу, что эта война ради нас всех. Понимаете? Это все ради нашей страны. Это наша земля. У нас же нет другой земли. У нас нет куда еще мы могли бы поехать, идти. Это наша земля. Нам надо понимать это. Конечно, есть люди, которые не хотят. Не хотят идти на поле боя, умирать не хотят, защищать страну не хотят. Поэтому мы обновили закон по мобилизации. Ну, внесли там поправки некоторые. Мы самые разные меры предпринимаем. Давайте честно скажем, вот Россия. Все говорят, Россия, Россия. Да, у них больше людей, у них больше солдат. Но там людей заставляют идти на фронт. Что, вы не знали что ли про это? Там только заставляют людей. Никто там не хочет всех заставлять. И если кто-то решит уйти с линии фронта, они просто стреляют в него и все. Мы так не делаем вообще никогда. Потому что у нас демократия в стране. Мы не можем себе этого позволить. Поэтому, да, есть те, кто не хочет идти туда, воевать, умирать. А есть те, кто хочет. Есть те, кто мотивирует себя идти, защищать страну, защищать Украину. А мотивация, что это такое? Конечно, она может идти вниз. Человек может терять мотивацию. Особенно, когда он там на поле боя сидит такой, смотрит вокруг. А оборудования нет, вооружения нет, снарядов нет. Конечно, у него может мотивация упасть. Вот почему так важно, чтобы оружие к нам пришло наконец-то. Чтобы инструктора приехали новые. Чтобы хорошее вооружение у нас было не только во время курса подготовки, а чтобы там на линии фронта все было. Чтобы солдаты оттренировались и переходили уже в бой на нормальное оборудование. Чтобы там много было вооружения у нас. Вот тогда мораль пойдет вверх. Вот тогда все будет хорошо. Президент Зеленский, дайте я доскажу. Вот так вот я разошелся. Вот тогда будет мотивация у наших украинских солдат защищать Родину. Это все хорошо. А как вы прокомментируете слова Дональда Трампа? Вашингтон пост написал статью, где они говорят, что Трамп за закрытыми дверьми. Какие там встречи у него были частные. Он сказал, что он надавит на Украину, чтобы та отдала Крым, Россию, Донбасс официально. Все эти территории. Какая ваша реакция на эту статью про Трампа, что он так говорит, что он надавит на вас? Но в первую очередь, я вам знаете, как отвечу. Давайте я начну с того, что я президент страны, которая в состоянии войны. Ну посмотрите на меня. Все эти слухи вы говорите, кто-то там что-то сказал, кто-то там что-то процитировал за закрытыми дверьми. Я не верю этому. Если Трамп, президент Трамп, ну возможный президент, приедет сюда и предложит свою формулу мира нам, ну вот конкретику какую-то, тогда мы поговорим. А вот сейчас, в настоящий момент, ну я как могу прокомментировать, кто-то там что сказал про Трампа. Я знаю то, что Путин хочет, вот то, что он хочет. Это никогда не случится. И те люди, которые знают Путина, знали его, они знают так же, что нельзя Путину доверять. Ну нельзя просто. Поэтому стратегия, если мы говорим, как закончится война, она не должна, эта стратегия базироваться на словах Путина. Вы что? Или, например, взять каких-то других людей из его окружения. Ни в коем случае. Должно быть что-то такое конкретное, что-то такое ощутимое, очевидное. Ну, например, то, что Украина, демократическая страна, вся такая суверенная, все территории суверенные. Ну все заинтересованы в этом, в Европе, в Америке, все. Вот это вот что-то ощутимое. Даже если мы говорим сегодня, помощь, 61 миллиард. Вот, демократы и республиканцы проголосовали за независимую Украину. А помните, в феврале Дональд Трамп сказал, что он разрешит России делать что-то хочет со странами НАТО, если страны НАТО не будут платить 2% в бюджет НАТО? Помните, он такое сказал? Вы как-нибудь, ну вообще можете прокомментировать эту фразу? Вы до этого ничего не говорили про это? А что тут говорить про это? Я детали этой фразы, вот что там Трамп сказал, я не помню и не знаю. Но говорил и говорил. Я другое вам скажу. Если Украина проиграет, Путин, Путин обязательно нападет на страны Балтики. Он обязательно нападет. Знаете, почему он нападет на страны Балтики? Не потому, что у него какая-то такая стратегия великая есть. Нет, у него нет никакой стратегии. Он хочет восстановить Советский Союз, влияние Советского Союза. Он этого очень хочет. И он хочет силой, я подчеркиваю, силой забрать себе, вернуть себе под свое влияние все 15 республик. Те, которые были в Советском Союзе, но сейчас они уже давно независимые государства. А ему плевать. Он хочет их все обратно забрать. Вот его стратегия. А после Балтики он не остановится. Он пойдет обязательно в Польшу. И, конечно, часть Германии он тоже захочет забрать. Так как, говоря о Германии, я слышала и видела самые разные выступления немецких, военных, официальные чины, высокие. Они говорят, что Путин будет готов напасть на страны НАТО в течение следующих 5 лет. Как вы оцениваете угрозу Путина для Запада? А я вам про это и говорю. Конечно, это огромная угроза. Огромная. Он, Путин, конечно, хочет идти маршировать дальше на Запад. Как я уже сказал. Он хочет восстановить Советский Союз. Советский Блок. Они все для этого делают. И вы знаете, они же не только военным путем это делают. Они делают информация, дезинформация. Они создают самые разные политические группы. Везде. В Европе, в Америке, в Латинской Америке, в Африке. Да они везде лезут. Посмотрите, это пропаганда России. Везде свое влияние пытается в мире пропихнуть. А зачем они это делают? А чтобы расколоть мир. Вот я это понимаю. Хочу, чтобы другие это поняли. А военные из Германии, которых вы цитировали. Я думаю, они не просто говорят о желании Путина двигаться на Запад. Нет, я думаю, они имели в виду другое. Они хотели сказать нам, что если мы не остановим Путина сейчас, то, конечно, он будет готов через какое-то время атаковать страны НАТО. Посмотрите, как они развивают свою армию. Они производят и производят. Вот на что немцы намекали. Так что никакого замороженного конфликта нельзя допустить. У нас уже был пример с Грузией, с другими странами. Все должны понимать, что происходит. Если только дать паузу Путину, если только остановить конфликт и заморозить его, то Путин это все будет использовать. И он начнет производить, производить, производить. Но уже не для войны на Украине. Нет. Он начнет производить больше и больше оружия, чтобы напасть потом на НАТО. Президент Зеленский, но вы же не просто президент. Я слушаю вас и понимаю, вы же еще отец. Столько раз на вас нападали, пытались ликвидировать вас, но вы выжили. И сейчас столько украинцев страдает. Вы смотрите на это, на все. Скажите, вы хоть раз теряли надежду? Никогда. Никогда, я повторю, нельзя терять надежду. Нельзя терять надежду, нельзя терять свободу. Также нельзя терять независимость. Если вы потеряете эти вещи, то вы потеряете все. Свою страну, свою безопасность, будущее своих детей. А все дети Украины для меня как будто родные дети. Вот как я к ним отношусь. И я первый должен показывать пример надежды. Не терять надежды. Понимаете, о чем я говорю? Если я потеряю надежду, то мои дети потеряют будущее. Все дети потеряют будущее. Мы потеряем Украину как страну. Это не только про территории. Это про нашу идентичность. Мы не можем терять надежду. У нас были и есть сложные моменты. Очень сложные порой. Но мы справляемся с этими вызовами. А про США, если мы говорим про помощь, так в США тоже были очень сложные моменты в истории. Мы помним, когда люди сражались за независимость США. В период Франклина, других президентов и великих там людей в Америке, многие люди теряли надежду, уезжали, эмигрировали, например, в Европу, во Францию. А некоторые поднимали знамя независимости в США. И боролись за независимость, боролись за мир. А кто-то был скептиком и сидел там, наблюдал. Но люди многие не сдавались. И это было не напрасно. Сегодня посмотрите на США. Великая страна, независимая, великая демократия. Весь мир смотрит на США. Поэтому мы тоже не можем терять надежду. Ну не можем. Ну, президент Зеленский, спасибо. Спасибо, что вы были сегодня с нами. В это просто супер утро. Благодарим вас. Спасибо. 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 Спасибо.